Агентство теленовостей представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Перрон Минского вокзала. Держи белорусского мастерства с устрогали дорогих гостей. Артисты у ансамбля песни и танца народно-вызволенщей армии Китая. Мы вельми рады, сказал начальник ансамбля генерал Чени, что свои гастроли у Советском Союзе починаем у героичных Минску. У выкранания ансамбля песня Мурадели «Москва-Текин». Из Пекина приехали китайские архитекторы, чтобы познакомиться с опытом наших строителей. Минский станководовничий завод имя Ворошилова. Тут проходит практику группа инженерно-технических работников с Китайской Народной Республики. Китайские сябры с любовью выучают русскую мову. Радич Кукун, читайте текст «Великая дружба». Китайские рабочие, используя передовой опыт советских рабочих, повышают производительность труда. Группа молодых китайских специалистов проходит вытворчую практику на Могилевской фабрице штучного волокна. Треба добро освоить машины, бо на таких же будет выравляться шелковое волокно и в новом Китае. Приятно после працы в Аутульной Кватеры. Цекава, какие новины в Пекине, народных бирагах Янзы. Мы никогда не забудем той заботы и горячей дружбы, которую нам оказали здесь. Тысячи меньшан щиро витают молодых спортсменов народного Китая, які приехали у столицу Советской Белоруссии для товарищской сустречи с волейболистами Минска. В гости демонструют сладженность и добрые володы немячок. Перамогу завоевали китайские спортсменки с ликом Кры-2. На завтра волейболисты сустрелись снов. На пляцуцы мужчинские команды. Мяч упущен. Перамогу завоевали меньшане. Сустреча белорусских и китайских спортсменов заявилась ярким свечением непоручной дружбы по международам Советского Союза и Китая. Субтитры создавал DimaTorzok